МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хобби с риском для жизни. С наступлением первых морозов водоемы пестрят рыбаками. Пежде чем выйти на лед, мы смотрим, есть ли люди на льду. О чем неустанно напоминают спасатели. Интим продакшн в центре города. Могилевчанин снимал откровенное видео. По месту жительства фигуранта обнаружена фото-видеоаппаратура и реквизит. Что грозит горе оператору? Спит, не спит. 1 декабря – Всемирный день борьбы со смертельной инфекцией. Чем раньше будет выявлена ВИЧ-инфекция, ВИЧ-инфицированный пациент получит лечение. Где пройти тестирование? А также спрос на отечественное, рост показателей, экологичный транспорт. 18 электрозарядных станций планируют открыть до конца года. Сколько всего зеленых машин на дорогах страны? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Президент принял участие в международном саммите в Объединенных Арабских Эмиратах. На встречу приехали делегации из более чем 150 стран. Александр Лукашенко озвучил подходы и предложения Беларуси по решению глобальных климатических вопросов. Также перед заседанием глава белорусского государства провел ряд встреч с коллегами из Зимбабве, Экваториальной Гвинеи, Конго, Сербии и Азербайджана. Господин президент, нам удалось основательно переговорить накануне этого мероприятия и обсудить главные вопросы. Но я еще раз хочу поздравить вас с этой убедительной победой и сказать, что мы вас ждем в Беларуси. Самое главное, господин президент, самое главное, сейчас не останавливаться. Да, мы имеем определенные результаты нашего сотрудничества, как вы уже говорили, и зерно вы начали экспортировать и так далее. Но у нас еще много работы в вашей стране, и мы готовы реализовать тот план, который мы когда-то наметили во время моего визита в Зимбабве. Наша республика намерена серьезно развивать сотрудничество с африканским континентом. В ближайших планах наметить направление работы с Кенией. Соседи в шоке. В обычной областной квартире Могилевчанин снимал откровенное видео. 19-летний горе-оператор на протяжении полугода в арендованном жилище занимался изготовлением интимного контента. Актером выступал сам и привлекал к съемкам свою одногодку. Работы продавал через телеграм-канал и дополнительно вел онлайн-трансляции. По месту жительства фигуранта обнаружена фото-видеоаппаратура и реквизит. Стоимость контента варьировалась от 20 до 50 рублей. Возбуждено уголовное дело. К слову, это не единственный случай за последнее время. Правоохранители то и дело успевают закрывать интим-продакшены по всей стране. Большие выходные, холодная статистика и движение вверх. Евразийский банк развития отмечает устойчивый рост экономики Беларуси. Какие показатели? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Евразийский банк развития отмечает устойчивый рост экономики Беларуси плюс 3,8% за 10 месяцев. Основной драйвер по-прежнему промышленность. Положительная динамика сохраняется практически во всех отраслях. Также эксперты отмечают расширение внутреннего спроса. В октябре розничный товарооборот увеличился почти на 15,5%. Март поручил дискаунтерам расширить ассортимент белорусских товаров. Также по результатам многочисленных проверок магазинов низких цен выявились некоторые нарушения. Например, торговля изделиями с истёкшим сроком годности. Показатели товарооборота с начала года, напомню, 25 миллиардов рублей, 19 из которых – выручка от реализации отечественного. Свыше полутора тысяч человек в Беларуси получили гололёдные и холодовые травмы за последние три дня. 20% – дети. 36% заработали повреждения в результате переохлаждения. В такую погоду требуется с особым трепетом следить за одеждой и обувью, особенно пожилым людям. В силу возраста они имеют проблемы с передвижением и координацией. 18 электрозарядных станций планируют открыть «Беларусьнефть» до конца года. Сегодня в введении оператора их 673. Всего будет 139 медленных и 554 быстрых зарядок. В 2024-м рост количества мест для питания электрокаров продолжится. За последние три года доля зелёных машин в республике увеличилась более чем в 10 раз. В декабре белорусов ожидают большие выходные. Жители республики смогут отдохнуть с субботы 23-го по понедельник, который выпадает на католическое Рождество. По информации производственного календаря, у граждан в первом зимнем месяце при шестидневной рабочей неделе будет 25 дней труда, при пятидневной – 20. Только вперёд! Форум «Территория успеха» «Октябрёнок-пионер» прошёл в 35-й школе. Все городские дружины показали свои достижения. От мини-кафе до хоккейного поля. Фойе пестрило тематическими площадками. Ребята удивляли гостей оригинальными разработками, творческими идеями и хорошим настроением. Школьники в очередной раз доказали – красно-зелёные галстуки они носят достойно. Что порадовало? Что мы увидели все наши направления деятельности в том формате, который мы сейчас предполагаем для всей страны. Это современно, это ново, это полезно, для детей востребовано. Но и самое главное, что видны традиции той пионерии, которая была ранее, но очень здорово и в интересной форме оно преломлено для современных детей. На самом деле, как нам кажется в БРПО, пионерия – это современный формат организованного детства. И Бобруйск на примере своих учреждений нам это показал. Получила массу эмоций, впечатлений, только положительные. После завершения квеста – важное событие. Ряды октября пополнил 151 второклассник. Будущие пионеры с гордостью произнесли торжественную клятву, а после получили заветную звездочку. Улов или жизнь – первые жертвы тонкого льда появились еще до наступления календарной зимы. На Галевской области погиб любитель зимней рыбалки. И такие случаи, к сожалению, не редкость. Трагедии всегда можно избежать, если соблюдать правила безопасности. Елизавета Лепеева подробнее. Обстановка на воде под пристальным контролем ЧС и освод круглый год. Зимой любителям подлёдной рыбалки напоминают о самом главном – ценности жизни. Ни одно увлечение не стоит того, чтобы подвергать себя опасности. И прежде чем всё-таки выйти на водное покрытие, стоит тщательно подготовиться. Мы профилактируем рыбаков о безопасности на льду. Ведь нужно знать, что толщина льда должна быть не менее 7 сантиметров. Ни в коем случае лёд нельзя проверять на прочность ногой. Обязательно надо тростинкой, палкой какой-то. Также специалисты рекомендуют брать с собой необходимые предметы. Лом, несколько заточенных шильев, верёвку, спасательный жилет. В морозную погоду важно позаботиться о запасной тёплой одежде, термосе с горячим напитком. Не следует отправляться на водоём в одиночку. Если всё-таки беда настигла и вас затягивает ледяная пучина, главное – сохранять спокойствие. В противоположную сторону полыньи от течения переместиться, раскинуть широко руки и попытаться с опорой на лёд спиной либо грудью выбраться. Если всё-таки удалось выбраться из полыньи, то перекатываясь либо ползком надо удаляться от полыньи по своим же следам. В конце ноября в регионе утонул один рыбак. Он решил проверить на прочность место для зимнего хобби. Трагедия произошла в Быховском районе. Из-за необдуманного шага жизнь 35-летнего мужчины оборвалась. Прежде чем выйти на лёд, мы смотрим, есть ли люди на льду. Ну и что собой представляет лёд. Сразу сверлим луночку в начале льда, где начинается водоём. Если он больше 10 сантиметров, это уже прекрасно. Во время зимней рыбалки надо с головой дружить, прежде всего. Поэтому сначала проверяют лёд, потом ходят на рыбалку. Надёжное водное покрытие можно определить по цвету. Прозрачный зеленоватый оттенок безопасности. Но всё-таки самая главная прочность – это разумный подход и соблюдение рекомендаций от спасателей. Тогда зимнее хобби не обернётся трагедией. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Не приговор. 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Эпидемия ВИЧ-инфекции длится почти 40 лет. Зараза унесла десятки миллионов жизней по всему миру. В нашей стране с положительным статусом более 33 тысяч человек. Правильно подобранная терапия позволяет жить полноценно. Пройти анонимное тестирование можно в поликлинике по месту жительства или в выездных пунктах. Чем раньше будет выявлена ВИЧ-инфекция, ВИЧ-инфицированный пациент получит лечение. А значит, он станет менее опасным для своих близких, для своих окружающих. Ведь каждый из нас и каждый в обручении должен знать, что ВИЧ-инфекция – это инфекционное заболевание. Но не просто инфекционное заболевание, а относящее к медленным инфекциям, которые протекают годами. Благодаря усилиям Минздрава и общественных объединений сформировалась устойчивая тенденция к снижению числа инфицированных. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok